О, плесень. Видите? Все сдулись полы, сгорели все теплые полы. То есть ремонту это все ничего не подлежит. Иркутянка Ольга Куликова показывает то, что осталось от ремонта ее дома на угольном проезде. Он пострадал в августе во время проливных дождей. Вода в подполе поднялась почти на 2 метра. В результате был уничтожен не только ремонт, но и урожай. Иркутянка полгода своими силами восстанавливала жилье после ЧП. Мы с пушками, чем только не просушивали, вода ушла, а сырость вся осталась. То есть фундамент гниет, доск, все гниет. Из-за проливных дождей пострадали несколько десятков иркутян. Эвакуированных из зоны затопления размещали в школах, санаториях и профилакториях. Среди них многодетная мать Ольга Красикова. Я держалась до последнего, держалась я в руках. Но когда к нам прибежали вот эти соседи с месячным ребенком, она начала рыдать. Я просто села и поняла, что я уже сделать ничего не могу. Я даже не могу ей дать какого-то чая попить, она мокрая вся. У меня тоже охватила эта паника. Я когда увидела глаза своего ребенка, вот средний сын, он очень сильно. Он вот так вот просто стоял и говорил, мама, мама, что нам делать, мама, что мы будем делать, мама, мы здесь утонем, мама, мама. Проливные дожди в Иркутске шли двое суток. Затоплены улицы Баррика, Тушаковская, Красноярская, Култукская, Байкальская. Улица Мировного Ленина и вовсе превратилась в реку. Топило не только областной центр. В Иркутском районе введен режим ЧС. В результате проливных дождей поднялась река Кудав, Хомутово и подмыла опоры моста. После экспертизы комиссия сделала заключение. Разрушенный дождями мост не подлежит ремонту. Это значит, в селе Куда нужно строить новую переправу. Из берегов вышла Алха в Шелиховском районе. Затопило садоводство и дачный поселок Энергетик. Все, что было в силах спасти, люди поднимали на крыше домов. Ничего нет, по возможности все подняли наверх, но машина осталась. Машина пенсионера, поэтому, знаете, с последней пенсии куплено. Пострадавшим от проливных дождей выплатили компенсации до 40 тысяч рублей. Часть работ по укреплению домов жители успели провести осенью, а весной предстоит восстанавливать огороды. Анастасия Цыганкова, Новости сейчас.